Здравствуйте! Это программа «Бизнес-курс». Я ведущая Яна Бузычкина. 15 февраля в Сочи стартует главное экономическое событие года – Российский инвестиционный форум. Какие проекты в этом году представит краснодарская делегация и чем так инвестиционно привлекательна кубанская столица? Об этом нам расскажет заместитель главы Краснодара Дмитрий Лагвиненко. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Огромное спасибо, что нашли время, согласились с нами пообщаться. Добрый день, Яна. Всегда готов к вашим услугам. Что касается Российского инвестиционного форума, каждый год мы видим результаты, и они довольно-таки неплохие. Вот если смотреть в промежутке трех лет, какие итоги участия Краснодар уже достиг и каких результатов мы ожидаем на предстоящем форуме? Если говорить в целом о форуме российском, то, конечно же, он наряду с Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге, с экономическим форумом в Красноярске. Это сегодня три самые главные основные площадки в Российской Федерации, так скажем, инвестиционные ярмарки. И, безусловно, очень эффективные площадки по взаимодействию бизнеса, власти. Этим форумам придется самое огромное значение, и сочинскому, безусловно, в том числе. Ну, смысл и цель всем ясна. Форумов, любых экономических, это привлечение потенциальных инвесторов, это реализация того потенциала, который существует, развитие, в конце концов, территории. Этому форуму, как я сказал, придется огромное значение. Вы знаете, премьер-министр Дмитрий Медведев, ежегодно там бывают федеральные министры, топ-менеджеры, бизнесмены и все, в общем-то, те, кто занимаются развитием территорий и все, что с этим связано. Что касается непосредственно работы администрации города на данном форуме, то здесь, наверное, нужно судить по тем проектам и по тем задачам, которые уже реализованы, которые были заключены. Если говорить о том промежутке, который вы обозначили три года, у нас сегодня получается 51 проект, мы заключили 51 соглашение, мы подписались за последние три года, и по итогам реализации этих соглашений в экономику города уже пришло более 30 миллионов рублей. Миллиардов, извиняюсь. И, конечно же, вот те из... Одни из последних проектов, они все у нас на слуху, мы все их видели, как они реализовывались. Ну, что первое приходит, значит, гипермаркет «Ленда» на «Красный партизан», да, наша гордость города Краснодара. Уже все привыкли, думали, что это... Такое ощущение, как будто так всегда и было. Это стадион Краснодар футбольного клуба «Краснодар», наша гордость. Это, безусловно, логистический распределительный центр «Тандер», это гостиница «Ибис Краснодар», это конгрессно-выставочный комплекс, в первую очередь, в районе Красной площади. В общем-то, и многое другое. Если говорить о предстоящем, предстоящем форуме, на который мы сейчас поедем, вот буквально через неделю, то надо сказать, что мы туда также везем 10 соглашений, которые, ну, собираемся подписать и реализовать с потенциальными инвесторами. И, конечно же, мы еще будем представлять, скажем так, в общей копилке Краснодарского края 5 инвестиционных проектов на сумму 35 миллиардов рублей и приблизительно 5 инвестиционных площадок. В общем-то, площадь этих земельных участков, этих инвестиционных площадок составляет 340 гектар. Ранее форум имел статус международного, но в настоящее время он называется российский инвестиционный форум. Почувствовали какие-то изменения? И означает ли это, что сократилось число иностранных участников и мы делаем ставку сегодня на внутренних инвесторов? Да, очень справедливое замечание, очень справедливая заметка. Ну, прежде всего, с изменением статуса, с международного на российский, мне кажется, что форум приобрел некое второе дыхание, стал более четко, наверное, себя позиционировать, более конкретные задачи стал решать и по-другому стал выделяться на фоне таких же форумов, аналогичных в Российской Федерации. С этого форума начинается финансовый год, по сути. Этот форум задает определенные тонны, определенные критерии. И, безусловно, это, как я уже и говорил, это очень важная площадка, прежде всего, для российских регионов, для показа своего потенциала, для намечивания точек роста, для понимания, куда ты идешь, что ты делаешь, в общем-то, и так далее, в общероссийском масштабе. Поэтому, действительно, форум очень важен, и мы с удовольствием будем, как я уже говорил, принимать в нем участие. Если говорить о иностранных инвесторах, то сегодня вообще нужно понимать, в общем-то, что, наверное, большой объем развития сегодня кроется в наших внутренних резервах, и, соответственно, инвестиции, которые сегодня будут приходить, они, наверное, все-таки будут больше внутренними. Но по истечении прошедших двух лет, прошедших двух форумах, мы не замечаем какого-то значительного изменения в количестве иностранных инвесторов. А по большому счету и по-хорошему мы, конечно же, не делим. Иностранный инвестор, внутренний инвестор. Вот мы к любому инвестору относимся с большим, скажем так, почтением. Мы любого инвестора готовы, в общем-то, демонстрировать ему свой потенциал и привлекать его на свою территорию. И, как говорится, сопровождать проекты с самого первого дней до перерезания ленточки. Поэтому, еще раз повторюсь, нам абсолютно все равно, какой будет инвестор, лишь бы пришли инвестиции на нашу территорию, и она работала на нашей... Эти инвестиции работали на нашей территории, на нашу экономику. Хотелось бы подробнее узнать об экспозиции Краснодара. Вот что в этом году будет представлено на стендах? Яна, ну, как вы, наверное, знаете, вот в 2017 году консорцием Леонтьевский, АВГрупп, скажем так, совместно с администрацией Казахского края, с муниципальными образованиями Казахского края, была проведена, по большому счету, колоссальная работа по разработке стратегии 2030, так называемой, до 2030 года. И в целом эта стратегия вошла в концепцию стенда Казахского края. Что она собой подразумевает? Вот это семь экономических зон на территории Краснодарского края, привязаны по географическому принципу для дальнейшего экономического развития. И, безусловно, одна из семи этих зон – это Краснодарская агломерация. Вот что она в себя включает? Это непосредственно город Краснодар, ближайшие территории – это Денской район, Северский район, и город Горячий Ключ, район Горячий Ключевской. Так как я уже сказал, эти территории, они привязаны друг к другу по географическому принципу, там улучшается логистика, транспортные потоки. Ну, эта концепция подразумевает, в общем-то, много последовательных шагов и событий для развития в целом этой территории. Так вот, этой агломерации Краснодарской тоже придается, конечно же, большое центральное значение. И в этом году наш стенд города Краснодара занимает 45 метров на стенде Краснодарского края. У нас будет такая, сейчас похвастаюсь немножко, стилизованная триумфальная арка, уже узнаваемая нашими жителями, горожанами. Вот, это как вход в будущее в эту арку. У нас будет 27 квадратных метров территории своих презентационных площадей, у нас будет 6 метров переговорочная комната в этом году, и 12 метров виртуальной, комната, не комната, точнее, а презентационная территория виртуальной реальности. О чем мы говорим? Говорим о том, что всех наших гостей и потенциальных инвесторов будут встречать виртуальные ведущие, экскурсоводы, будут в виртуальном пространстве представлять нашим гостям и потенциальным инвесторам наши инвестиционные проекты в нашем городе. Вот в такой форме, скажем так. Кроме того, снаружи этой арки будут вывешены два мультимедийных экрана, на которых будут презентоваться наши флагманские ведущие проекты и информация об экономическом потенциале города. Но вот все это будет выполнено в зелено-голубых тонах, скажем так, зеленый цвет будет символизировать экологичность, экологичность экономики, вливание инвестиций, промышленности, как развитие светлого будущего. Но я думаю, что вы по достоинству, вы, наверное, тоже будете на форуме и по достоинству оцените наши старания. И вот те, скажем так, репортажи, которые будут демонстрироваться по внутреннему телевизору города Краснодара, позволят нашим жителям оценить по достоинству наши старания. Какие проекты в этом году представит город Краснодар? Вы знаете, что экономика города достаточно диверсифицирована. В общем-то, в экономике города представлены буквально все отрасли народного хозяйства, и промышленности, и строительство, и сельское хозяйство, и торговля, и многое-многое другое. И, конечно же, мы постарались выбрать 7 приоритетных инвестиционных проектов буквально из каждой отрасли. У нас будут представлены промышленности, социальные сферы, физкультура, здоровительные комплексы. У нас будет представлено дорожное хозяйство, в том числе у нас будет представлен комплекс банкротного предприятия и его дальнейшей реализации. Вот это такие проекты, как строительство промышленного парка Старокорсунский, строительство оздоровительного комплекса в районе реки Старая Кубань, строительство, также физкультура оздоровительного комплекса в районе Старокорсунска. Как я уже сказал, активы банкротного предприятия будут выставлены. Реконструкция кинотеатра «Авроры». Мы не забываем об этом, у нас впереди эти планы. И также 6 переездов через железнодорожные пути в центральной части города. И очень приятно, наверное, и важно, что многие из этих проектов подразумевают собой государственно-частное партнерство. Это позволит на многие годы, в общем-то, укрепить взаимоотношения между бизнесом, властью, восстановить, не восстановить, а вот доверительные отношения в этой части. Но, Яна, я бы не хотел вам открывать всех наших секретов до начала форума. Думаю, что мы по итогам форума с вами еще раз встретимся и обсудим все те наработки, которые мы привезли. Но, поверьте мне, нам будет чем удивить наших, в общем-то, инвесторов, чем привлечь наших инвесторов и удивить наших гостей. На форуме, кроме проектов, представляют информацию об инвестиционной привлекательности города. Вот что же такого особенного мы увидим в этом году на стенде Краснодара? Ну, надо сказать, что информация о городе, мы к этой информации, скажем так, подходим всегда с особым трепетом, с особой тщательностью, и всегда нам есть что показать. Учитывая специфику сегодняшнего мероприятия, которое пройдет под эгидой стратегии 2030, как я уже сказал, мы проанализировали пять направлений жизневажных, буквально для каждого города. Это зеленые зоны, транспортная инфраструктура, это строительство, промышленность, логистика. Вот, выбрали эти пять направлений и проанализировав их, в чем заключался анализ. Мы посмотрели, что мы сделали за последние три года, мы оценили, где мы находимся сегодня и построили смелые прогнозы до 2030 года, к которым хотим прийти. И вот именно эта информация о нашем городе заложена в то, что мы будем демонстрировать на российском форуме в городе Сочи. О чем я говорю? Ну, для примера, возьмем зеленые зоны. Вы знаете, что за последние три года, об этом уже неоднократно освещал в средствах массовой информации, я просто хочу как пример привести. Мы за последние три года наименовали 49 зон. Мы на государственный кадастровый учет поставили 251 гектар новых зеленых зон. Поэтому вы знаете такие реализованные проекты, как сквер Вишняковский, сквер Молодежный. Также мы за счет частных инвестиций работаем, сквер по улице Солнечный, парк Краснодарский, сквер по улице Росинского. Вот это лишь незначительные примеры в том направлении, в котором мы двигаемся. Ну и, конечно же, у нас есть планы по дальнейшему развитию зеленых зон. Поэтому мы до 2030 года хотим еще порядка 80 гектар зеленых зон поставить на государственный кадастровый учет, чтобы закрепить этот статус и чтобы они навсегда остались в нашем городе. И буквально вот так, как я сейчас рассказал на примере зеленых зон, мы проанализировали те четыре направления, о которых я говорил выше. Точно так же мы их разложили. И вот именно эта информация войдет в тот блок новостной, не новостной, а в информационный блок о городе Краснодаре, который мы будем показывать, в том числе и презентовать на форуме в Сочи. На форуме традиционно город Краснодар подписывает протокол или соглашение о намерениях работы с потенциальными инвесторами. Вот сколько таких соглашений будет подписано, ну планируется подписать в этом году, да, и, что немаловажно, в каких сферах? Да, в этом году мы планируем подписать немного более десяти соглашений. Сферы самые разнообразные, это и строительство, и промышленность, и здравоохранение, в общем-то, и спортивная отрасль, и инфраструктура. То, о чем я уже говорил, в общем-то. Надо отметить, что, значит, по количеству соглашений это немножко больше, по суммам немножко больше, но и здесь необходимо сказать, что мы не гонимся, безусловно, ни за количеством соглашений, ни за теми суммами, которые стоят за этими соглашениями. Вот, в общем-то, та позиция, которую сегодня занимает инвестиция Казахстанского края, лица губернатора, тот посыл, безусловно, мы его разделяем и понимаем, что сегодня нам не нужны мегапроекты, нам не нужно количество, нам нужно, прежде всего, качество и реализация буквально каждого соглашения, чтобы оно было детально проработано, чтобы у инвесторов не возникали какие-то трудности, вопросы и проблемы. Поэтому подписывается, каждому соглашению подписывается дорожная карта с каждой стороны, с нашей стороны, со стороны инвесторов, с четкими сроками, этапами реализации тех или иных мероприятий в рамках непосредственной реализации этого соглашения. Вот, как, что нам это дает? Нам это дает, безусловно, более качественное и детальное понимание, где мы находимся, куда мы идем, какие возникают проблемы. И все эти проблемы, и, в общем-то, достаточно оперативно реагировать на эти вещи. И все эти проблемы мы решаем в рамках нашего рабочего офиса. Главой города Евгением Алексеевичем подписано, скажем так, постановление, распоряжение о создании проектного офиса на территории города. Когда мы раз в месяц обязательно собираемся и отслеживаем, как у нас проходят этапы реализации те или иные инвестпроекты. Оцениваем те сложности, которые возникают, приглашаем, в общем-то, те службы, тех специалистов, которые нам необходимы для решения тех или иных проблем. Ну, из опыта хочу сказать, как правило, это градостроительная деятельность, все, что связано, в общем-то, с земельно-правовыми отношениями, возникают какие-то вопросы. И, конечно же, ресурсосберегающие, точнее, ресурсопоставляющие организации. Поэтому они являются нашими частыми гостями, за что, в общем-то, им отдельное спасибо. И с помощью вот этих механизмов мы достаточно быстро, скажем так, и качественно не пытаемся, а решаем все возникающие проблемы у наших инвесторов. Каковы особенности соглашения, которые будут подписаны, точнее, которые планируются подписать в этом году? Вы знаете, наверное, самой главной отличительностью особенности наших соглашений является их разнообразие. Это то, что сегодня мы заключаемся в соглашении не только, скажем так, в ведущих экономических сферах нашего города, таких как строительство. Сегодня инвестор охотно идет и в другие направления. Сегодня, в том числе, скажем так, и в здравоохранение. Но, тем не менее, есть основные и ключевые, в общем-то, сферы уже такие приоритетные, допустим, как промышленность. Конечно же, город Краснодар, в том числе и промышленность, безусловно, город Краснодар в общем баллом оригинальном продукте по промышленности занимает, в общем-то, первое место. Практически 40% промышленного производства производится в городе Краснодаре всего Краснодарского края. Этот сектор для нас очень важен. Скажем так, 70 тысяч поднящегося населения города Краснодара занято в этой сфере. Это 14% практически трудоспособного населения. Это 38% нашего внутреннего продукта после торговли на втором месте. Поэтому, безусловно, это тоже такое одно из приоритетных направлений, оно для нас очень важно. Я хотел бы рассказать про промышленный парк Саракурсунский, который мы будем подписывать. Этот проект реализуется на территории 250 гектар. Инвесторами только в создании инфраструктуры будет затрачено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Мы планируем, что, в общем-то, на этой площадке у нас будет создано 3000 рабочих мест. Для города Краснодара, который, в общем-то, очень динамично развивается, очень динамично строится, это очень важный проект, я считаю. Ну и также инвестор сегодня охотно приходит и в другие отрасли, как я сказал. Мы сегодня очень хорошо будем развивать спорт. У нас инвесторы сегодня заинтересованы строить футбольные поля. Мы сегодня будем строить, скажем так, тренировочный баскетбольный комплекс, совершенно новый. И, в общем-то, и другие проекты, которые мы туда привезем для подписания, как я уже сказал, буквально во всех сферах экономики нашего города. Ежегодно город Краснодар подписывает большое количество документов и соглашений в сфере строительства жилья. Вот в этом году планируются ли такие соглашения и в каком количестве? Надо сказать, что Казахстанский край ежегодно входит в число лидеров в России по строительству жилья. А город Краснодар, безусловно, дает 52% от этого объема внутривалового продукта, скажем так. Мы, если я не ошибаюсь, в прошлом году побили очередной рекорд, сдав 2 миллиона 400 квадратных метров жилья. Много это или мало, это достаточно, на мой взгляд, много. Вот хорошо это или плохо, поскольку, как же, для себя, безусловно, решает сам. Но надо не забывать, что 80 тысяч человек работают в этой отрасли. Надо не забывать, что, по разным фактическим данным, одно место в строительной отрасли дает 5-6 рабочих мест в международных отраслях. Это также для города очень важно. И, конечно же, мы будем подписывать соглашения с нашими строительными компаниями, с нашими инвесторами, такими, как Алмакстрой, такими, как Инсити, такими, как Югстрой Империал. И я хочу сказать, что все проекты, которые будут готовиться к подписанию, они детально проработаны. Они, безусловно, соответствуют генеральному плану развития города, правилам землепользования и застройки. И самое пристальное внимание мы уделяем социальной составляющей. В общем-то, перед строителями ставятся вопросы по наполнению социальными объектами будущих проектов. Поэтому я уверен. И сегодня, в общем-то, взят курс на это. И сегодня уже строители не представляют, как бы они реализуют этот или иной проект, без строительства школы или садика или той же самой поликлиники. Поэтому именно таким образом мы будем реализовывать эти соглашения в этой сфере. Программа форума в Сочи достаточно насыщенная. Это и круглые столы, и семинары. Вот что будет представлять первоочередной интерес для экспозиции Краснодара? В этом году на сцене Краснодарского края будут представлены, если я не ошибаюсь, пять круглых столов. Вот те, которые, на мой взгляд, самые интересные, которые я уже запомнил, и которые обязательно буду посещать. Это Кубань-2030, это промышленные кластеры, это проектное управление. Вы знаете, сам состав этих круглых столов, федеральный уровень, федеральный уровень тех, кто там будет присутствовать, федеральный уровень спикеров, в общем-то, те гости с разных регионов нашей России, я уверен, тоже там будут присутствовать, говорят нам о том, что мы обязательно должны посетить эти столы круглые. Я думаю, что мы очень многое полезного туда вынесем для себя. Ведь сегодня город не только готов, в общем-то, уже впитывать, да, все то лучшее, что есть в России, в общем-то, и за рубежом, но уже нам есть и чем самим делиться. Поэтому я уверен, что мы обретем новых друзей, мы обретем новые знания. Ведь все-таки что такое форум, по большому счету? Он же не заканчивается, не начинается с подготовки и заканчивается его проведением. Форум это в том числе, в общем-то, эти связи, те наработки, которые за эти два дня произошли, и которые ты будешь реализовать потом в течение, скажем так, ближайшего года или двух лет. И именно в большинстве своем случае именно вот эти наработки, эти связи, эти контакты приводят к положительным результатам в дальнейшем. Поэтому я думаю, что мы извлечем максимальную прибыль из этих круглых столов, обязательно все это посетим, город представим очень достойно, вот, и приведем много инвестиций, много инвесторов в наш любимый город. Планы у вас грандиозные, как и у всей администрации Краснодара. Остается пожелать вам только удачи, спасибо за интересную беседу. Нам спасибо. Все. Все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!